Памятник с нецензурной надписью появился на одной из могил Ангарска. Ее обнаружила мать усопшего, когда пришла навестить могилу сыном. Подробности скандальной истории в репортаже Анастасии Москаленко. Пенсионерка Александра Константиновна после похорон своего сына год не была на кладбище. А когда навестила могилу, была в шоке от увиденного. На месте деревянного креста появился памятник. Казалось бы, что такого? Растерялись. Это что за надпись? Разве можно на кладбище такое слово писать? Тем более, это же не бумажка, которую можно порвать и выбросить. А это надо, это же памятник. Это будут приезжать внуки, возможно и правнуки. И далее, и далее, и родные, и знакомые. Позже выяснилось, памятник установила старшая дочь усопшего, внучка Александры Константиновны. Младшая Екатерина призналась, что это было желанием отца, пусть и весьма странным. Ну, изначально это было его желание, но я все-таки считаю, что такое недопустимо делать. Этим делом занималась моя старшая сестра, так как мы с ней сейчас не поддерживаем отношения. Она своевольно, возможно, со своей старшей сводной сестрой сделала данную надпись. То есть, после этого с нами, с матерью установили этот памятник. Екатерина, а какие-то дальнейшие действия с памятником вы намерены решать или вы оставите все как есть? Нет, я в любом случае не хочу, чтобы эта надпись присутствовала на этом памятнике. Я хочу, чтобы тот, кто его поставил, тот его приведет в тот первоначальный вид, который был. Виталий Пуляев – отец троих детей. Воспитывал двух дочерей и сына. При жизни вел бизнес, играл на фортепиано, занимался спортом, любил проводить время с семьей. Александра Константиновна, что для вашего сына было важным в жизни? Женился рано, дети появились. Он их уважал и любил, как не знаю что. Очень любил. Делал все для них. То, что надпись на могильной плите «Просьба отца», утверждает и старшая дочка Виталия Пуляева Олеся. По ее словам, отец обладал тонким чувством юмора. Форму надгробного камня и текст придумал сам. Как-то вы с семьей пытались этот вопрос обсудить? Или это было ваше принятое решение? С семьей сложные отношения. С семьей у меня всегда был только мой отец. Ну и все остальные, я так называю. Сам памятник и его установку Олеся заказывала в Иркутске. В одном из салонов ритуальных услуг Ангарска пояснили, что за 20-летнюю практику с подобным еще не сталкивались. Если бы родственники обратились с такой просьбой написать, вы бы сделали это? Нет, мы бы этого не сделали по моральным каким-то поэтическим соображениям. Это, я считаю, очень кощуственным. Статья 244 УК РФ над ругательством над телами умерших и местами их захоронения, повреждений или осквернений мест захоронения над могильных сооружений, наказывается штрафом в размере до 40 тысяч рублей, либо обязательными работами на срок до 360 часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо арестом на срок до трех месяцев. Как сложится дальнейшая судьба этой истории, неизвестно. Однако, бесспорно то, что кладбище – это общественное место, на котором принято уважать приходящих туда людей. Анастасия Москаленко, Дмитрий Новопашин, Местное время.